всем огромнейший привет с вами простуженный таролах эзотерик но я все таки решила записать это видео извините что говорю в нос но хочется мне все таки этот цикл закончить пока есть запал итак сегодня третья часть кто не видел 1 2 мы обсуждаем сплетничаем о колодах выпускаемых издательством лос караби авалон я говорю какие у меня есть коллекции каких не будет и почему и каким я хочу присмотреться и возможно пополнить свою коллекцию и так не забываем что мое мнение является моим мнением кому-то может подойти кому-то нет но в любом случае пишите ваши комментарии подписывайтесь на канал если вы не подписаны и мы начинаем прямо сейчас поговорим сейчас о таро сладкие сумерки хэллоуин почему хэллоуин честно говоря мало понятно но у меня эта колода есть она неплохая она депрессивная она ракульная она неплохо отвечает но я слышала что она вгоняет в тоску в депрессию такие какие-то суицидальные мысли может навевать не знаю у меня такого не было но работать с не особо часто не тянет слышала также хорошо для работы с подростками она и в целом мнение они неоднозначны но как рабочую колоду я бы никому не посоветовала а для коллекционера она очень сочная по цветопередаче она работает картинкой она помогает шире воспринимать любые образы неплохая колода можно принципе и дать три балла из пяти у меня есть расставаться с ней не собираюсь но и агитировать за ее покупку яра я тоже не могу следующая колода это таро магия наслаждения это одна из любимейших моих колод в ней много секса немного страсти она красивая она эстетичная она вкусная я не люблю особо красные колоды но в этой колоде настолько все красиво настолько все эстетично приятно сексуально мне нравится на ней смотреть какие позы предпочитает пара мне нравится смотреть через какой ключик можно подобраться партнеру или партнерши нравится ее использовать для некоторых магических дел прекраснейшая колода я ее могу рекомендовать но нужно понимать что она оракульная до классического таро ей далеко но образы очень очень интересные я могу дать 5 баллов из пяти вечная ночь вампиров у меня этой колоды нет говорят что очень рабочая возможно ее когда-нибудь прикуплю в свою коллекцию я люблю причем к вампирским колодам любовь пришла внезапно и я их рассматриваю эти колоды не как колоды чтобы запугать кого-то да вот приходит квэрон да мы ему достаем колоды с вампирами он такой боже мой я попал к черному магу сейчас будут снимать с меня скальп сейчас будут гонять летучих мышей нет конечно очень много психологов работает на вампирских колодах многие просто любят такую стилистику в целом таро вампиров вечная ночь тоже уже является классической колодой вот именно вампирской семье колод и ее тоже можно рекомендовать хотя у меня ее нет таро солнечных ангелов но вы знаете круглые колоды они похожи на подставки под пиво у меня есть одна колода круглая но сказать что я с ней часто работаю я не могу для определенных магических дел круглые колоды можно использовать но для гадательной практики особо часто с ними никто не работает не особо удобно на самом то деле нужно просто приловчиться ну а здесь есть два неудобства которые мне и ангелы и еще и круглая форма поэтому нет ни моя не куплю таро сердец очень няшно инстаграмная красивая колода прекрасно на 14 февраля на влюбленных красиво выглядит у меня на есть коллекции но работать с ней это та еще марокко и я ни одного таролога не встречала у кого это постоянная основная колода да в коллекцию да да она красивая да если у вас девушка тарола вы можете подарить такую колоду ей но в основном она больше для инста красивых фоточек следующая колода о которой мы поговорим таро шаманов у меня она есть она ко мне пришла в подарок причем от человека который практиковал шаманство и она мне сказала что нам шамана мне нужны колоды таро на самом то деле да для меня это колода загадка я не особо часто с ней работаю мне бы безусловно хотелось бы уделять ей больше внимания потому что в ней есть что-то чего нет предыдущих колодок в ней есть вот ядро в ней есть цельность но тем не менее пока она у меня лежит но если вам нравится вот такой стиль рисовки если вам нравится в целом идея шаманство обязательно в ней присмотритесь следующая колода которой мы поговорим это виса верса шиворот на выворот двойная колода у меня она есть но я ее не распечатывала вот не было у меня того намерения желание вскрыть да многие колоды приходят ко мне и девственно стоят в ожидании когда я соглашусь дать им свободу от пленок и не буду держать их заперте интересная идея вот использовать в два раза больше изображения отказавшись от рубашек говорят что неудобно при тасовке потому что ты сразу же видишь да какая но тем не менее я думаю можно и к этому привыкнуть приловчиться я ее купила не жалею хотя с ней не работала но к покупке я ее рекомендовать все таки могу таро темных ангелов тоже у меня есть эта колода не мой стиль рисовки не моя тема ангелов но это в том что у меня появилась изначально в начале книга от юлии сагали я хорошо знаю этого потрясающего замечательного талантливого автора и соответственно когда мне юлия прислала книгу я не могла не купить эту колоду я с ней не работаю с этой колоды мне очень понравилась книга иногда вот я даже беру эту колоду для некоторых своих вещей но именно как прогностический инструмент часто с ней не работают просто не особо люблю крылатые вот эти все моменты крылатые карты скажем так мне достаточно трех арканов на который имеется у райдера ангельский понимаете не мое следующее таро элементарий вот такая колода стихийная таро элементарий ну что могу сказать непонятно особо что но какое желание у меня ее покупать нет я не люблю когда сильно мелкая изображена но не люблю когда слишком крупно вот например морга таро моргана грир там очень крупные картинки здесь очень мелкие тоже не мое таро черных котов не особо люблю кошачьи колоды хотя мне их много в коллекции это пожалуй самая рабочая для меня таро черных котов да многие ругали хайли рубашку эти коты без голов еще и в коронах еще и на непонятном бабушки нам покрывали но тем не менее мариквары замечательные колоды и первая версия если вам достанется она вообще потрясающе но это тоже неплохая 5 из 5 могу дать хорошо это колода идет на деньги на бизнес насколько я слышал следующая колода таро колесо года очень люблю этого автора антонела платана у меня есть и 78 8 дверей и таро геев и это колода у меня есть и союз богинь по если не ошибаюсь тоже этого автора все потрясающие все безусловно советую 2 луди леска самая красивая самая гламурная колода из вампирских кто не видел мои уроки мои проработки наработки луди леска обязательно зайдите на канал почитайте я реально довольна она глубокая она красивая она стильная и очень атмосферная колода ее к покупке для тех кто любит темные колоды иметь обязательно по поводу котов думаю что я сделаю обзор всех своих кошачьих колод расскажу о плюсах и минусах о недостатках том что мне нравится и о своих раскладах которые у меня есть именно для колодка скотами не скотами а скотами с котиками таро драконис драконы любят люди у которых много огня в натальной карте также выделены стеллиумные львы стрельцы и овны я себя к ним отнести не могу я такую колоду покупать не планирую но она красива поэтому 4 из 5 могу поставить таро драконис таро темных сказок у меня ее нет да возможно она красивая но меня это прорисовка почему-то не особо прельщает хотя и рубашка красивая и девушка так смотрит с вызовом я люблю такой взгляд я люблю когда есть сразу какая-то загадка начиная с коробочки ну пожалуй пока нет таро микеланджело я поняла что колоды отдельных художников это наверно не совсем мое хотя таро мухи может быть я бы купила себе у меня есть на таро мухи обзор потом я от него избавилась сейчас может быть вы купила бы опять таро мистической спирали нет не моя история я такой у меня таких колод кружится просто голова тоже посоветовать не могу если только не в коллекцию следующие кто у нас скажите много сейчас кто болеет под рождество или это мне одной так повезло глаза пекут горло нос полностью полный комплект универсальная прозрачная таро у меня есть прозрачные универсальная транспаран таро у меня есть такого нет транспаран таро полностью прозрачная и у меня есть еще кое-что одна колода прозрачная скоро сделаны не распаковку кто не подписан подписывайтесь на канал я думаю вам очень понравится это видео но наверное его запишу когда немножко буду себя получше чувствовать темная таро рой и но фэнтези не моя история коллекцию да красиво у меня ее нет и не планирую таро книга теней том 1 том 2 у меня есть и 1 и 2 мне ближе для бытовых каких-то раскладов 2 но более сильная книга таро теней том 1 безусловно потому что там показано не что зависит от нас а кто стоит над нами все боги все планеты все совершенно на более высоком уровне таро книга теней том 1 том 2 покупки безусловно советую еще разработали магические карты вот такие или на анопова эксклюзивный проект издательство волонос корабе магические карты развивать менять будущее честно я не особо поняла как с ними работать семьдесят две эксклюзивные карты могу сказать что сама идея занятная должна быть вот здесь есть паз положение рук видите но я пока отзывы они не почитаю я не буду ее покупать прорисовка безусловно для меня очень простенькая да иногда простота это хорошо но чисто визуально нет хотя мне попадались очень хорошие рабочие мощные инструменты вот такой вот простенькая прорисовка поэтому выводы об этой колоде пока не буду делать потому что у меня ее не было у кого есть магические карты или она 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 и художник елена анопова и автор но видимо поэтому настолько просто они сделаны потому что человек наверное не является художником вот но в целом я согласна что человек может иметь не иметь художественного образования но такой посылать мощной энергетикой вот и может быть красиво нарисовано и пустая колода я согласна но чисто визуально у меня тяги вот такое купить у меня нет вот хотя если у кого-то есть это чудо пожалуйста напишите как она работает что с этим делать я с удовольствием послушаю почитаю может быть и задумываясь над покупкой пока явно нет дальше миниатюрочки наши мини мишечки мини таро галерея мне не нужна вот такая таро сказок леса у меня есть для детей хорошо и с собой удобно мини таро универсальная у кого нет берите у меня ее нет но в принципе нормально маленькая колода универсальная мини таро не вижу меня есть я довольна я ее люблю мини таро висконте тоже хорошо если вам нравится в таком стиле кельтская мини таро может быть куплю себе мини золотое таро густава климта у меня нет не знаю нужно не нужно пока не решила уже очень специфическая прорисовка мини таро секретов у меня есть большие поэтому мини мне не нужно мини таро гномов у меня есть мини таро ведьмы у меня есть русалки мини тоже есть ренессанс у меня есть большой я еще не знаю куда его применять как выспособить под себя поэтому мини ренессанс мне не нужен да винчи у меня тоже есть большом варианте мини таро драконов у меня вот по-моему у меня нет у меня есть драконы да да такие драконы у меня есть монара у меня мини есть марселя маленького у меня нет может быть и нужно было бы купить пока маленького марсельчика нет друиды есть большие марсель есть большой поган есть тоже большой белые коты есть у меня и маленькие и большие. Гармонии у меня нет. Ни гармония, ни таро гармония. Манги нет. Вот эта колода есть. Нравится мне язычески. Рою я нет и не планирую. Николета Чиколи мини мне не нужна. Мне хватает большой. И там очень много мелких деталей, поэтому лучше Николету брать большой. Ну, уайт мини. Не знаю. У меня есть совсем маленький уайт. А такого мини у меня нет, но он мне пока и не нужен. У меня есть покерный вариант размера. Дальше. Фаволь. Таро. Почему написали фейвол? Фейвола. Ну, какой это фейвол? Это ж фаволь. Это опечатка, скорее всего. Люблю эту колоду. Атмосферная, стильная, вкусная. Узенький такой размер прикольный. Нравится, что можно не подвязываться к масте. Сегодня у вас могут быть бабочки Пентакли. Завтра у вас бабочки будут воздухом. Это потрясающе. Это есть только в этой колоде. Также мне очень нравится версия фаволь с прорисованными младшими арканами. Тоже она скоро будет в моей коллекции. Очень-очень нравится рисовка. Лабиринт Таро. Есть у меня и эта колода. Она уже редкая является. Я ее купила, потому что она у меня с одним была связана раскладом, который делали мне. Это было очень давно. Мне очень понравилась эта колода тогда. И я поняла, что она мне нужна. Вот такой Идзин Мертвая Луна явно не моя история. Я ее пропускаю. Алхимия, 77-й год. Вот эту колоду я бы себе тоже бы Англия купила бы. Интересно, красиво, стильно. Но пока я ее не вижу. Таро Некро. Нет, не моя история. Да, красиво прорисована, но работать я бы с ней не смогла. Только разве что в коллекцию. Энна Стокс. Гатистическое Таро. Не моя история. Не нравится. Чересчур компьютерно. Таро Фамильяров. Вот на эту колоду я заглядывалась. Она в меру простая, в меру красивая. Здесь есть животные. У меня с животными часто неплохо идут дела. Здесь есть красивый черный кот. Что еще надо для счастья? Ее, скорее всего, в скором времени куплю себе. Дальше. Эль Грен Тарот Эзотерика. Вот такая. Ну, что-то в ней есть, но что-то меня отталкивает. Эту нет. Марсельская у меня есть колода. Она мне не нужна. 3D Таро Старшие Арканы. Они должны быть объемные. Не знаю, насколько они объемные. Идея интересная, но цена, по-моему, там по цене большой колоды. Не знаю, есть ли смысл в 3D. Для медитации разве что. Ну, я нормально медитирую и на обычные колоды. Висконти Таро мне не нужно пока. Золотой Таро Вирта тоже не нужно. Универсальная Таро тоже не нужно. Хотя, по-моему, вот эту колоду... А, это до Анджелеса. Нет, нет, не нужно. Египетская Таро тоже не моя история. Что-то я как постоянно... Нет, нет, нет. Что-то я Таро. Ну, не знаю. Знают ли масоны, что Ласкорабея выпускает Таро. Не знаю. Нет, нет, нет. Таро Круг Жизни у меня есть. Альфонса Мухи, да, возможно, я себе куплю. У меня есть на него обзор на канале. Что-то тогда мне на тот момент оно не сильно нравилось. Сейчас, может быть, купила бы себе Альфонс Мухи Квантовая Таро. Мне давно должны были подарить. Ну, как-то не дошло. оно до меня и где я и где Кванта и я решила, что оно мне и не нужно. Что у нас тут? Соло Баска или Соло Буско. Красивая цветовая гамма, но очень крупные изображения. такое нет. Таро Метель ограниченный выпуск. Балония 1660 год. Нет, не моя история. Таро галерея. Явно не моя. Нет, не хочу. Премиум Таро Нью Вижн. Многоязычное издание. Более улучшенная бумага. Мне хватает моего Нью Вижна. Обычное издание, но раньше они были более качественные, чем сейчас. Премиум универсальный Таро. То есть, просто вот коробочки, да, более красивые сделали и назвали это премиум. Молодцы. Таро Телема или Телема. Мне не нравится. Вот оно многим нравится. Многие его купили в этом году. Мне привет Маркетти. Вот все равно Маркетти, вот Легаси, Таро Наследие, все оттуда. Вот честно. Дальше. Таро импрессионистов. Ну реально, это красивые картины. Как на них гадать? Зачем на них гадать? Это разве что в коллекцию и все. Таро Книга Теней. Да, это хорошая книжка, которая идет к том 1, том 2. Да, это хорошее приобретение. У меня она есть, мне она не нужна, но это хорошее. Серебряное Колдовское Таро. ощущение каких-то куколок. Я его смотрела, оно серебряный срез имеет, веканские мотивы, магнитная коробочка. Ну настолько оно вот неживое. И вот эти все нарисованные картинки, как вот пластиновые куколки. Никакое. Просто нарисовано, но без души. Зато серебряный срез. Однозначно нет. Таро Последствий. Авто Таро. У меня есть. Я его тоже не вскрыла. В пленке так и лежит. Не знаю, почему так долго хотела и лежит. Видимо, такой период у меня был, когда колоды приезжали, я их не вскрывала. Ну, вейд стандартный. Тут просто набор идет. Футляри. В принципе, я думаю, неплохой вариант. У кого нет колоды базовой, почему нет. Дальше. Дальше. Кроули Таро Тота. Это тоже неплохой вариант. У меня Кроули есть. Мне от мужа достался. Сама я с Кроули не работаю, но колода у меня это есть. Она неплохая. Ну, тут тоже Кроули, Кроули. И здесь универсальный вейд. Не люблю я рамки. Я бы их срезала бы. Но, может быть, кому-то нравится с рамками. Они меньше затираются. Карты, когда рамочка есть. Дальше. Таро для всех. Ну, как по мне, Таро для всех это обычный универсальный ключ. Вот эта рубашка с универсального ключа. Они ее назвали Таро для всех. Видимо, а, еще и книжка. Что еще? Таро иллюминатов у меня есть. Набор карты и книга. Хороший вариант. Не дешево. Мне ее тоже подарили. По золоте. Но почему-то не работает. Мне кажется, мне жалко по золоту, которая сотрется. Я думаю, из-за этого я ее берегу. Ну, что еще? Набор Таро Апокалипсиса. Не хочу Апокалипсиса. Не хочу такую колоду. Набор Аракул Ленорман. Что здесь? Эрик Дани. Не знаю. Ленорман я вообще более консервативна. Не нравится мне рубашка. Хотя изображения здесь неплохие для Ленорман. Аракул Зодиак видела я на него обзор. Совершенно не впечатлил. Хотя красиво прорисован. Но даже цвета не особо соответствуют. Просто красиво нарисовано. Видела много отзывов хороших на Ангелариум. Но я с ангельскими колодами не работаю. Это больше для коллекционера. Дальше. Оракула Цзин у меня есть обычный. Поэтому я не вижу смысла в таком. Мудрой Земли тоже не вижу смысла в таком. Оракуле совершенно. Так. Рунный Северное Сияние. Вот такие карты с рунами. Вот такие карты Зенера. Вообще не вижу смысла покупать. Можно их нарисовать самим. Что здесь? Чиколи Оракул. Учитывая то, что Таруни Калет и Чиколи это и так Оракул, совершенно не вижу в Оракуле. Оно дублируется масло-масляное. Оракул Виктория Фрэнсис Рэй. Фрэнсис. Вот он. Вот. Может быть этот Оракул бы взяла. Но опять же он будет очень повторять Таро. Нет смысла. Нет уникальности. Рэйки. Карты Вдохновения тоже не нужны мне. Зеленый Оракул тоже не нужен. в пирамидке. Оракул пирамид. Ерунда какая-то абсолютнейшая. Египетскую тему я не особо люблю почему-то. Киперы у меня есть другие. Вот эти киперы может быть я бы и взяла бы себе. Но опять же я слышала, что вот Ленорман это французская система. Киперы это немецкая. То есть нужно выбрать вы или трусики или трусы. То есть и киперы и Ленорман часто идет разбалансировка. Я работаю очень плотно с Ленорман. Я не знаю нужно ли мне на киперы переходить. Вот в чем дело. Хотя киперы красивы в моей коллекции. Есть колода уже наверное года 4 как она у меня лежит. Но вот пока не вскрыла я ее. Артноуа Ленорман нет, нет, не люблю эту рисовку. У меня Таро много. А еще и Ленорман такое не хочу. В маркете Ленорман нравится. У меня есть двух вариантах. Первый авторский, второй вариант такой. Оракул Ленорман фей. У меня ее нет. Слышала очень хорошие отзывы от Наташи. Ну не знаю, пока еще ее не купила. Кто еще? Языческий Оракул Ленорман. У меня его нет и мне не нравится рисовка. Этот Ленорман Лаура Туан. Люблю вот такие карты, но у меня такие есть, поэтому не вижу смысла конкретно в этой. И здесь аист не летит, а стоит в болоте и ждет свою лягушку. Мне не нравится. Я люблю когда аисты по-другому выглядят. Не так. Далее Оракул Кармы Ангелов явно не мое. Египетский Оракул красиво прорисованный, хоть я и не люблю египетскую тему, но наверное кому-то пригодится. Можно на нее обратить внимание, если вам нравится Египет. Симпатично сделано. Оракул Ведьм. Не видела его, не могу ничего сказать, ни хорошего, ни плохого, но он позолоченный, идет в шкатулке, я думаю, он не дешевый, я думаю, он должен быть качественным, 52 карты. Вот такой вот Оракул. Далее Оракул Кошек. Пока новые колоды Кошек не планирую, мне бы с этими всеми поработать, разобраться. Оракул Камней. Не знаю, не вижу смысла. Вот в таком Оракуле Камни это Камни, Оракул это Оракулы, хотя некоторые у меня колоды есть, например, Поиск, там и соответствие Камней тоже идет. Этот Оракул Ведения Чиро Морчетти у меня есть, он безумно красивый, он классный, но он у меня тоже лежит в пленке, я его не открываю, хотя он очень классный, я, наверное, сделаю видео о всех моих закрытых запечатанных колодах, которые ждут своего времени, его советую убрать однозначно. Оракул Рун у меня есть немножечко другой, мне подарили, Оракул Архангелов нет и не планирую, кто еще есть, Сакральный Оракул Американских Индейцев нет, не моя тема, и Астрологический Оракул чересчур пресный для меня, и Астрологам Оракулы вообще не нужны, на этом, пожалуй, будем заканчивать, здесь Райдер и Тот, Повторюшки, Хрюшки идут, увидимся очень скоро, видимо, четвертой части быть, напишите, какие у вас в планах покупки, какие у вас в планах продажи колод, если вот что-то купили и жалеете, с вами была я, ваша детка гадалка, канал Ораничная Таро, всех, кто празднует Рождество с праздником, и спасибо, что смотрите, подписывайтесь на канал, и спасибо,